Порошенко хочет напугать Россию своим кентавром. 14 февраля 2019 года 19.4 Политика Порошенко хочет напугать Россию своим кентавром. В канун президентских выборов Украина готовят очередную провокацию в Азовском море. Автор Павленко Дмитрий С момента украинской провокации в Керченском проливе прошло уже почти три месяца. Задержанные за нарушение российской границы украинские моряки остаются под стражей в Лефортовой и Матросской тишине, их плавсредство находится на приколе в Керчи, а представители киевского режима сотрясают воздух все новыми угрозами в адрес России. Я не буду вам говорить, когда это будет, поскольку пойдут только добровольцы. Я не исключаю, что там будут журналисты, эксперты, ОБСЕ. Но мы точно пойдем. Пообещал в эфире одного из украинских телеканалов Петр Порошенко. Фото Drop of Light Shutterstock.com Несомненно, отправка очередной партии украинских моряков на верную гибель, ну или, учитывая гуманизм и великодушие российских пограничников, на временный отдых в СИЗО, вполне укладывается в предвыборную кампанию Порошенко. Пляски вокруг очередной российской агрессии способны консолидировать наиболее русофобски настроенную часть электората. Кроме того, новая провокация может послужить поводом для повторного введения режима военного положения. Это позволит сорвать выборы в том случае, если у правящей верхушки Украины возникнут серьезные сомнения в их благоприятном исходе. Читайте также, гуманное средство против украинских москитов на русский флот стали поступать в станции визуально-оптических помех 5ПС-42 «Филин», которые ослепляют. Политика 11.39.4 февраля. Второй шанс для москитного флота. Накануне стало известно, что Украина намерена отправить в Азовское море два новых бронированных десантно-штурмовых катера типа «Кентавр ЛК». Эти плавсредства, наряду со шестью ранее принятыми на вооружение в МСУ малыми бронированными артиллерийскими катерами типа «Гюрзаем», два из которых задержаны российскими пограничниками во время прошлой провокации в Керченском проливе, ныне составляют основу украинского москитного флота. Строительство «Кентавров» осуществляется на принадлежавшем до недавнего времени Петру Порошенко судостроительном заводе «Кузница» на Рыбальском, даде коммунизации «Ленинская кузня», в Киеве. В сентябре 2018 года первые два катера, получившие наименование БДШК-1 и БДШК-2, были спущены на воду и 19 ноября 2018 года прибыли в Одессу для проведения испытаний. Примечателен также тот факт, что на испытания они вышли в состоянии полуфабрикатов, лишь частично оборудованные всеми необходимыми приборами и электронной техникой. Это при том, что процесс строительства обоих катеров продолжался без малого два года. А главный конструктор «Кузницы» на Рыбальском Сергей Белозубенко бодро рапортовал о готовности ежемесячно спускать на воду по одному БДШК «Кентавр». Правда, при условии своевременных поставок иностранных комплектующих. Тут уж ничего не поделаешь, такая у Украины незалежность. Фото. Между тем, киевские пропагандисты уже успели разрекламировать новые москитные катера как эффективное средство, которое обязательно позволит Украине одержать победу над агрессором. Кто подразумевается под этим самым пресловутым агрессором, догадаться не составит труда. Читайте также. Д-5 убит, а если бы морской бой все же произошел? Имели ли украинские катера, провоцировавшие боестолкновение у Керченского пролива, хоть один шанс уцелеть? Политика 13.50.30 ноября. Удачные, считаю, катера, их отдельные характеристики превышают аналогичные у рапторов, которыми вооружен российский ВМФ. Скажем, наши кентавры более маневренные и скоростные, имеют большую у десанта вместимость до 31 человека, то есть могут вмещать взвод морской пехоты, утверждал командующий военно-морскими силами Украины, сухопутный адмирал Игорь Воронченко. По словам украинского журналиста Андрея Цаплиенко, десантно-штурмовые катера «Кентавр» будут неприятным сюрпризом для нашего противника. Объясняет он это тем, что они могут вместить в два раза больше морских пехотинцев, а также имеют стрелковые модули систему залпового огня. Я не просто уверен, я знаю, противнику от них будет не сладко. Таких катеров у нас будет не меньше восьми, а может, и больше. Так что мы посмотрим, кто кого. Хвастается Цаплиенко. В 2015 году, когда стало известно о разработке нового десантно-штурмового катера для ВМСУ, украинский военно-морской эксперт Сергей Сгурец говорил о необходимости строительства не менее 18 единиц. При этом постройка целой москитной армады планировалась уже к 2020 году. По состоянию на февраль 2019 года заложен третий катер типа «Кентавр». Также в процессе строительства еще два мбак типа «Гюрзая». Читайте также, как волчья стая Порошенко угодила в капкан. Инцидент в Керченском проливе развеял миф о боеспособности украинского москитного флота. Политика 19.58.27 ноября. «Гюрза» без жала и «Кентавр» без копыт. Так какую угрозу могут представлять эти бронекатера в реальном боестолкновении? Напомним, что вооружение хваленых мбаков «Гюрза» состоит из двух универсальных боевых модулей «Катран-М» аналогичных тем, что устанавливаются на бронетранспортерах типа БТР-3 и БТР-4. В каждый из боевых модулей входит 30 мм автоматическая пушка, 30 мм автоматический гранатомет, 7,62 мм пулемет и 2 ПТР-К барьер. Также экипаж «Катера» имеет комплект переносного зенитно-ракетного комплекса ПЗРК. Что касается ДШК «Кентавр ЛК», то они вооружены двумя боевыми модулями в составе 7,62 мм или 12,7 мм пулемета и 30 мм автоматического гранатомета, а также двумя пусковыми установками 80 мм РСЗО. Это не считая личного стрелкового оружия того самого взвода морских пехотинцев, которое в условиях реального морского боестолкновения вряд ли будет способно повлиять на его исход. Несомненно, эти катера могут представлять серьезную угрозу для безоружных гражданских судов типа захваченного Украиной пиратским способом Норда. Наверняка они способны продемонстрировать эффективность в борьбе с браконьерами в прибрежных водах Черного и Азовского морей. Однако в морском боестолкновении с российскими пограничными катерами, не говоря уже и о боевых кораблях Черноморского флота, они заведомо обречены повторить участь уже лишенных своего жала Гюрсбердянск и Никополе заставшего еще времена недоразвитого социализма буксира Яны Капу, ныне уныло томящихся на приколе в российской Керчи. Или в случае оказания бессмысленного сопротивления отправиться на дно морское. Тем более, что и такой опыт у украинской Азовской флотилии уже имеется. Так, 31 августа 2014 года ополченцы ДНР потопили из противотанкового ракетного комплекса ПТРК, приблизившийся к берегу украинский пограничный катер «Гриф». Читайте также. Гроза чаек и мирных рыболовов, что представляет из себя пиратская флотилия Украины на Азовском море, боестолкновение в Азовском море станет для Украины фатальным. В мире 17-35-6 апреля. Напомним, что в конце 2018 года в состав Черноморского флота вошел первенец серии патрульных кораблей модульного типа проекта 22160 под названием «Василий Быков». Помимо стандартной 76ММ артиллерийской установки АК-176М и комплекта из восьми ПЗРК «ГЛАЭС», он способен нести крылатые ракеты типа «Калибр». Также на корабле базируется авиагруппа в составе одного вертолета и двух трех БПЛа. Небольшая осадка в 3,4 метра позволяет кораблю этого типа свободно действовать в условиях мелкого Азовского моря и спокойно выдерживать пятибальный шторм, тогда как для украинских москитов угрозу представляют даже волнение в 3 балла. Помимо Василия Быкова, уже проходит газиспытание второй кораблей Т-Сирии под названием «Дмитрий Рогачев», а всего в ближайшие 2-3 года Черноморский флот получит шесть патрульных кораблей проекта 22160. Вот уж действительно с кем украинским москитом в Азовском море точно не посоветуешь столкнуться. Так что возня вокруг украинского москитного флота не более чем очередная уловка для псевдопатриотической части электората, сохраняющей наивную веру в знаменитую триаду армия, мова, вера, который почует украинцев шоколадный король Порошенко. А тем гражданам Украины, кто ныне несет службу в рядах в МСУ, следовало бы основательно задуматься над тем, стоит ли им становиться расходным материалом во имя властных амбиций и материальной наживы нечистоплотных политиков.